Привет, расскажи для начала каково было присоединиться к новому человеку команде. Я не знаю точно. Они только что выпустили меня из чулана. Меня удерживали месяцами. Все время. Сразу отмечу, парик изумительный. Парик замечательный, так что люди тебя даже не узнали перед этим. Да, я даже сбрил свои волосы, потому что две головы волос в центре Атланты при невероятной влажности и жаре. Я просто спрашивал людей, как они могут жить при этом. Я чувствовал что-то странное. Я до сих пор не уверен. Я чувствую, что продюсер может прийти и просто ударить мне по голове. Я не знаю, насколько долго сидел в задней части фургона, но они строго сказали, никто не должен видеть это. Знаешь, мы с тобой говорили перед съемкой, что аудитория сейчас может просто тебе сказать, да он же не британец. О, да. О, спасибо большое, что позволили мне быть здесь. Но извините, ты обязан быть британцем, который претендует стать американцем, быть в середине зомби апокалипсиса и это единственный способ. Так что нет, нет, я не британец и никогда им не был. Да, но расскажи нам о трансформации короля Изекиля. Как из себя делали этого парня? Что тебя особенно выделило в нем в первой части шоу? Потому что первое впечатление от него, какого черта он здесь делает? Даже Кэрол, когда вошла к нему, на ее лице читалось удивление. Я даже не знаю, что конкретно сказать. Когда я пришел на прослушивание, в первую очередь мне дали 4 листа текста. И все 4 листа были с длинным монологом. И эта сцена, которая была с Кэрол, она была одна из редких диалоговых. И поэтому мне надо было погружаться в роль. И еще и представлять, что со мной рядом лев или тигр. Кстати, на прослушивании мне сказали, что у меня будет лев. Львом они пытались меня отпугнуть от роли. Нет, это зомби-шоу со львом. Это другое шоу. Ну да, да, у меня были две стороны персонажа. И они говорили, что ты должен менять физически. В моем понимании, нужно было делать что-то больше, чем просто менять голос. Поэтому я... Я вспомнил своего старого дядю Неба. Он был похож на охранника от Львов в Саванне. И он был большим 300-фунтовым парнем. Но говорил он очень внятно. Как сейчас помню, он говорит, Харри, ну-ка возьми словарь. Я говорю, я не знаю это слово. Мы всегда должны изучать новые слова. Он своего рода был правильным человеком, который жил по своим правилам. Не знаю, знаете ли вы, ребята, но Хан, кроме того, что является актером на телевидении, он еще и занимается закадровой озвучкой. Например, «Юные титаны», «Трансформеры», «Архэм Найт», «Архэм Ориджинс». Мне кажется, очень интересным то, как ты принес этого персонажа в жизнь. Знаешь, в моем понимании, этот персонаж является кем-то вроде доброго черного манты. Чем-то вроде «Убей его». Нет, пока убивать его не надо. Черный манты является противником аквамена во вселенной DC.